Виктор Томенко побеждает. Обнародованы предварительные итоги досрочных выборов губернатора Алтайского края. Проводится доследственная проверка. В Барнауле двухлетний ребенок ушел из детского сада. Вновь быстрее всех Сергей Шубенков выиграл континентальный кубок в Острове. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. 53% по предварительным данным именно такое количество жителей региона на досрочных выборах губернатора Алтайского края проголосовало за Виктор Томенко. О том, как прошли выборы в регионе Анастасия Драган. Народом избран, но сам не голосовал. У Виктора Томенко на Алтае прописки нет. Пока, судя по предварительным итогам. Тем не менее, избиратель на участке в день выбора в Рио посетил, познакомился с работой комиссии и посоветовал жителям края обязательно отдать свой голос. Источником власти является народ. Люди должны иметь возможность свое волеизъявление осуществить. Больше всего Томенко поддержали в Заринском и Ключевском районах. 80% от общего числа избирателей. По предварительным данным на втором месте либерал-демократ Владимир Семенов набрал 16% голосов. Справедливо-Росс Ведмила Суслова 14%, Андрей Крулов от партии Роста 13%. Лидерами по числу принявших участие в выборах стали Олейский, Романовский районы и зато Сибирский. Наименьший процент проголосовавших в Бийске и Рубцовске. Там на участке пришли чуть больше трети избирателей. Председатели избирательных комиссий краевой столицы накануне отметили, что явка ниже, чем на президентских выборах в марте. Хотя в Барнауле признают, что ее набрали, в том числе благодаря муниципальному голосованию за ремонт детских садов. «Приходили голосовать на участок и голосовали за лучший детский сад. То есть вот это тоже поспособствовало тому, что молодое население, которое имеет детей возраста детского сада, они были заинтересованы, чтобы их детский сад получил какие-то финансовые вливания. И поэтому они были у нас в марте, было больше, потому что немало дачного сезона и больше людей находилось в городе». Более точные итоги выборов будут известны к вечеру. Сейчас краевой избирком обрабатывает данные, поступившие за ночь. Подробнее о едином дне голосования в Алтайском крае расскажем в следующем выпуске. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Краевые следователи заинтересовались историей, в которой двухлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада. ЧП произошло в Барнаульском учреждении под номером 260. По предварительным данным, пропажу почти сразу же заметили воспитатели, которые бросились на поиски. Мальчик был найден в соседнем магазине, а правоохранители начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить причины происшествия, дать оценку действиям персонала и организации охраны детского сада. Подробный репортаж смотрите в нашем вечернем эфире. Продолжим. Чтобы помидоры были мясистыми и быстрее созревали. Житель Бийска поет им песни. Почему участок Сергея Долгова заметно отличается от соседних и какой репертуар у заядлого садовода, расскажем прямо сейчас. Сергею Долгову 72 года. Садовый участок мужчина держал всегда, но такого богатого урожая еще несколько лет назад не было. Однажды пенсионер заметил, что растения реагируют на доброе слово и ласку. Начинают активнее расти и меньше болеть. Ну один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Вот такие концерты на участке Сергей закатывает постоянно. Особые ценители его музыкального творчества – помидоры. Соседи мужчины говорят, что удобряют томаты так же, ухаживают за ними, поливают, но результат совсем другой. Есть у Долгова свои секреты богатого урожая. С перцем тоже разговариваю, хвалю, что они такие хорошие вырастают. Нужно относиться с любовью ко всем. А еще бейчанин не покупает семена в магазине, он их готовит сам с любовью. Говорит доброе слово и кошке приятно, а уж растению тем более. Елена Кузовкина, Евгений Андреев. Наши новости. Закрыл сезон на высокой ноте. Баррерист Сергей Шубенков вновь оказался быстрее всех. На этот раз Барнаулиц выиграл континентальный кубок, который завершился в чешском городке Острава. Там Сергей выступал за сборную Европы. Правда, в нейтральном статусе Всероссийская Федерация Легкой Атлетики по-прежнему дисквалифицирована. На последних стартах сезона Шубенков пробежал 110 метров с барьерами за 13,03. Вторым финишную черту пересек Ямая с Леви. Бронза у Мартина Лагарта. Тем не менее, сборная Старого Континента в итоговом зачете стала второй. На первом месте команда Америки, третья осталась за сборной Азии и Океании. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный умеренный. В Заринске 15 тепла. В Олейске из Миногорске плюс 17. В Белокуре, Хибийске, Слав, Градзи и Камни, Наби 18 выше ноля. В Барнауле возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 16. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин